Приветствую вас. Для начала хотелось бы, конечно, узнать, как именно вы собираетесь наказывать обидчиков своих, потому что, ну просто, как вы себе это представляете, как вы представляете себе наказание обидчиков. То есть, понимаете ли вы, что сейчас вы уже взрослый человек, как я понимаю, и, соответственно, наказание их, во-первых, сделает вас таким же, как они, хотите ли вы этого или нет. Это отдельный вопрос. И, во-вторых, может привести к тому, что человек подаст на вас в суд за наказание, и вы тем самым окажетесь перед лицом куда-то серьезных проблем. Во-вторых, если вас оскорбили, нахамили, унизили, то вам не нужно об этом забывать. Вам нужно понять, почему так произошло. Во-первых, почему это задело вас, именно вас задело, почему. Что это задело вас. И таким людям необходимо быть с этой точки зрения благодарным, потому что они, эти люди, по сути дела, помогают вам лучше узнать себя. Потому что, раз вас что-то задело, значит, раз вас что-то обидело, значит, это стимул для того, чтобы что-то в себе менять. Наказание обидчиков не приведет к тому, что вы что-то в себе поменяете. Потому что на их место придут другие, и они также будут вас обижать. Поэтому, чтобы вечно не заниматься наказыванием кого-либо, необходимо сделать так, чтобы то, что вам делают эти люди на работе, в школе, в институте, перестало вас задевать. То есть, то, что в чем вас это задевает, нам необходимо разобрать, и важное поведение, отношение, восприятие, подкорректировать, чтобы это перестало задевать. Как правило, есть что-то, чего вы в себе не принимаете. Как правило, есть некий невроз, вот то, что определяет ваши навязчивые мысли по поводу того, что вы говорите, что мне это мешает навязчиво. А невроз в том, что вы должны быть, например, каким-то определенным, ну, например, лучше всех, или, например, не имеете каких-то качеств, которых вы имеете, и на которые вам указывают эти люди. Те, кто хамит, оскорбляет и так далее. То есть, вы, по сути дела, пребываете в состоянии постоянной фрустрации из-за того, что не можете достичь того, чего вы хотите достичь. И парадокс в том, что вы не можете этого достичь. То есть, то, что вас задевает, можно исправить, можно подкорректировать, можно изменить отношение к этому. Но людей заставить вести себя по-другому нельзя. Кто-то так или иначе будет нарушать ваши личные границы, это факт. Другое дело, что вы хотите наказать обидчиков именно по той причине, что... Таким образом, вы обеспечиваете свою безопасность. То есть, ту агрессию, непринятие себя и непринятие вас другими людьми. Вы, вероятно, привыкли выражать в виде либо наказывания, либо фантазирования. То есть, вы фантазируете на эту тему. Это в корне деструктивная позиция, потому что вам она ничего хорошего не несет. То есть, то, что вас задевает, это отдельная проблема. Кто-то вы хотите наказать людей, что-то, грубо говоря, что-то сделать. Вот. Это результат детско-родительских отношений. То есть, скорее всего, такой была реакция ваша на негативное восприятие вашими... На негативное восприятие вашими родителями того, что делали вы. Далее. Это отдельный вариант. Это отдельный момент. То есть, момент того, что вот вам хамят, оскорбляют и унижают. Это вас задевает. Это целиком и полностью особенность вашего восприятия. Что-то, чего вы о себе не знаете. Что-то, чего вы в себе не принимаете. Что-то, что вам в самом себе не нравится. Или вы хотите, чтобы было по-другому. Или как-то еще. И это вас задевает, когда вам на это обращают внимание. Это первое. Второе. Если вы обижаетесь, то есть, если вы ожидаете от людей другого, например, поведения, ну, допустим, вы ожидаете, что вам хамить не будут, например. Вы ожидаете, что вас оскорблять не будут. Вот. Ну, вас оскорбляют все равно. Значит, как минимум, как минимум, ваши ваши ожидания, которые у вас имелись, они не оправдались. То есть, те вот ожидания, которые у вас были по отношению к, ну, к людям, да, вот, они, они не оправдались. Значит, это люди другие. Это люди, которых нет. То есть, вы ожидаете, что, вы ожидаете, что вас, например, не будут оскорблять, а вы ожидаете, что вас не будут обижать, а вас обижают и оскорбляют. Значит, это люди, которые не такие, какими вы их представляли. А это значит, что ваша месть, когда вы будете им мстить, да, будет направлено не на реальных людей, которые, вот, ну, на самом деле существуют, да, а на тех людей, которых вы представляете. То есть, вы в действительности представляете одних людей, которые ага, как бы на самом деле другие. И когда вы мстите, когда вы мстите людям, то вы мстите нереальным людям. То есть, реальный человек должен раскаиваться в том, что он вас оскорбил, в том, что он вас унизил, в том, что он вас вам нахамил. реальный человек должен раскаиваться. Ну, вот, тот, кому вы мстите, например. Но он не раскаивается. Реальный человек не раскаивается. Реальный человек, он, ему все равно, скорее всего. не раскачивается. А это значит, что ваша месть будет только тому, кого нет, кого вы себе представляете. в свою очередь это означает, что если ваша месть будет направлена только на тех, кого нет, тех, кого вы себе представляете, значит, вы будете мстить только тем людям, которые находятся в вашем воображении. То есть, самому себе. И получается, получается, что ваше месть, вот, ну, ваше желание отомстить направлено будет только на вас самого. Потому это реальный человек, он не вовлечен в это. Реальному человеку все равно, что вы как бы переживаете и так далее. месть его не заденет. А вред, если вы ему нанесете вред какой-то, будет расценен исключительно в правовой сфере. то есть, его это не заденет, скорее всего. Опять же, либо заденет, но не так, как вам хотелось бы. Вы-то мстите для чего? чтобы равновесие, как бы найти применение к гомеостазу у вас имеет место быть. А месть такого типа людям равновесие вам не даст. гомеостаза вы не достигнете. Потому что, как я уже сказал, плевать на то, что вы их пытаетесь оскорбить. Но людей это не вздевает так сильно. Далее. Накажет ли людей судьба? Или накажут ли они сами себя? Вы понимаете, если вы просто уповаете на то, что они сами себя накажут и ждете, то в этом контексте, в этом смысле слова нет. Не накажут. Именно в вашем восприятии они себя не накажут. Во-первых, это будет долго. Во-вторых, проявляться это будет весьма неявно. И в-третьих, вам это, знаете, вам от их несчастья, от их проблем вам будет ни холодно, ни горячо. Кроме того, большая доля вероятности можно утверждать, что вы не будете знать о том, когда им будет плохо, вы не будете знать о том, когда им, когда они себя накажут, потому что они же никому об этом не скажут. И вряд ли вам именно вот в вашем настоящем состоянии, да, в вашем текущем состоянии, вряд ли вам будет удовлетворительно то, что они себя накажут по причинам, которые я описал. но объективно, объективно, конечно, будет некое наказание, то есть человек, который может нахамить, человек, который может унизить, поступить так, он, естественно, получит обратную связь, ибо тут нужно понимать, что эта модель поведения, она не связана с вами, то есть человек оскорбляет и унижает не вас, так же, как и вы обижаетесь не на него, не на человека, не на обидчика, а на как бы себя, то есть именно на себя, потому что вы в себе каких-то вещей не принимаете, вы от чего-то пытаетесь, например, убежать, скрыться, вы чего-то пытаетесь, например, в себе, допустим, не замечать, и когда у вас это не получается, вы агрессируете, то есть проецируете это непринятие себя на других людей, на обидчиков в частности, вот, но по факту, по факту, не идет речи о том, что как бы вы обижаетесь именно на них, люди просто вскрывают то, что является вашей проблемой, люди просто вскрывают и не более того, вот, так же и эти люди, то есть они общаются не с вами и не с людьми, общаются именно, и обижают ну, как бы никого-то конкретного, они говорят с другими людьми, скорее всего, сами с собой они говорят, как правило, вот, но обратную связь от такого общения, они безусловно получат, ну, то есть тут по-другому быть не может. Насчет судьбы, ну, на судьбу я бы надеяться не стал, а то, что они получат сами определенную обратную связь, это да, это факт, это факт. И последний момент, который я хотел бы вам сказать, это момент такой, что если кто-то какой-то человек унижает, оскорбляет вас, например, вы вот уже будучи во взрослом состоянии, да, то вам имеет смысл обратиться к соответствующим органам, например, к начальству, если это на работе, правоохранительные органы, чтобы ваши права защитили. То есть необходимо уметь защищать свои права. Не нужно терпеть унижение и оскорбление людей, если это происходит регулярно и во взрослой жизни. Взрослый человек, в отличие от человека, ну, маленького ребенка, да, он как бы должен нести ответственно за свои действия, и если эти действия откровенно являются преступными, то, соответственно, вы праве защищать свои права. Ну, естественно, на такие вещи, как подколы, какие-то и так далее, обращать внимание не стоит, это, на мой взгляд, ну, я ли это очевиден. потому, ну, опять же, потому что, потому что, вот здесь все определяется вашим именно восприятием, вот, проблемы. Это не столько определяется восприятием наших их, сколько ваших, вот, это именно ваше восприятие, восприятие проблемы. Поэтому, на мой взгляд, здесь вот эта граница. И личные границы свои нужно выстраивать. То есть, личные границы это какие? Соответственно, личные границы либо внешние, когда вы человеку показываете, как с вами приемлемо общаться, а как нет. И внутренний, когда вы просто не вступаете в контакт с человеком, который ведет себя неприемлемо. То есть, в рамках закона, но неприемлемо. Вот вы здесь как бы смотрите, наказывая человека, наказав, вы признаете, по сути, что он был прав. вас. И наказание в любом случае вам в этом контексте, в этом ключе ничего не дает. Абсолютно ничего. Вам ничего не дает наказание вообще. Вот. Ему это дает выигрыш, потому что он победил, если вы наказали, значит, он прав насчет вас. И все, что он сказал, это верно. Вот. Если вы его не наказали, а напротив. Счастливы, ну, как бы вопреки ему счастливы, значит, он не прав. Но чтобы быть счастливым, нужно обезопаситься простройкой личной границы своих. Вот. Я полагаю, что это вполне в себе ваших силах. Вот. Я полагаю, что это вполне можно проработать. И обиды, и кто стоит за этими обидами, и почему это задевает лично вас, и так далее. Все эти вещи, я полагаю, очень важны. Вот. вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! ! Спасибо! 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 Продолжение следует...